На мой взгляд, вся эта история с допингом – это часть очень большой, хорошо спланированной операции. И основная, конечная цель – это забрать чемпионат мира по футболу. То есть это главная цель, не Олимпиада. Олимпиада – это часть этой игры. И, собственно, у меня ощущение, что началось это тогда, когда было, так сказать, фактически отстранено руководство FIFA, UEFA, Blatter, Platini, судебные процессы. То есть тогда, мне кажется, уже этот план начал действовать. Потом все в Мельдоне, допинге и прочее, прочее. Понятно, Олимпиада – это нужно создать образ России как такого злостного члена и сообщества, который не соблюдает никаких правил. В общем, и вот, собственно, сейчас в процессе отстранения нашей сборной фактически от Олимпиады вот этот образ создан. Кстати, совершенно логично, что они полностью не отстранили. Это тоже логично. Это у нас, так сказать, я слышал какие-то такие радостные по этому слову. Я ничего радостного здесь не вижу. Это правильно, что они не отстранили. Потому что если бы они сейчас целиком Россию отстранили от Олимпиады, они бы резко понизили уровень Олимпиады. Потому что Россия – одна из, так сказать, важнейших спортивных держав. И понятно, что неучастие России – это, конечно, Олимпиаду сильно бы, так сказать, принизило ее значение. И, конечно, они этого не могли допустить. А сейчас в результате что получилось? Россия вроде бы допущена, а в Агдеческе они ее полностью обескровили. Понятно, что уже очевидно, что невозможно ожидать каких-то по-настоящему хороших, дай бог, но невозможно, конечно, ожидать каких-то хороших результатов от атлетов. Но при этом Россия, все скажут, ну Россия же участвовала в Олимпиаде. Так что те атлеты, которые получат золотые медали, вроде у них будет ощущение, что они их в честной борьбе получили. Поэтому совершенно логичное вот это решение МОК, такое, в общем, я бы сказал, иезуитское. И, дескать, мы вас оставляем, но при этом, значит, те нельзя, и те нельзя. И, смотрите, они уже полкоманды отстранили под это дело. И, видимо, еще больше отстранят. Поэтому это тоже и здесь, так сказать, я думаю, что вообще и руководство МОКа, я там слышу, какие-то благодарности. Ну, по-моему, они, это абсолютно беспрецедентное решение, которое ни с какими вообще олимпийскими принципами не сообразуется. Не говоря уж о том, что фактически просто гонение на российских атлетов просто потому, что они россияне. То есть, получается, там отстраняют, там атлет когда-то был замечен, был дисквалифицирован, потом отбыл дисквалификацию. Нет, его тоже не пускают. Ну, а в других командах, тех атлетов, которых очень много, они, значит, участвуют. Ну, в общем, это понятно, что это абсолютно политическая игра. Очень, мне кажется, тщательно спланирована вообще эта акция. Вообще, очень хорошо организована. И мне думается, что вот конечная цель – это чемпионат мира по футболу. Но, понятно, мне лично кажется, или мне понятно, не знаю, может, я не прав, что они уже это будут осуществлять в 2017 году. То есть, ближе к чемпионату мира. То, что, видимо, нынешнее руководство футбольное, мировое, оно пойдет на поводу и найдут какие-нибудь предлоги, перенесут. Перенести чемпионат мира, на самом деле, это не так сложно, на мой взгляд. Потому что есть страны, готовые принять, есть стадионы во многих странах. Это и Англия та же, и Франция. Да, есть, это не самое сложное. И мне кажется, вот к этому все идет дело. Потому что, в общем, допустить, чтобы… Что такое чемпионат мира? Вот открытие чемпионата мира по футболу. Это 3 миллиарда телезрителей. Это будет прямая трансляция из Москвы. Президент наш, который, значит, так сказать, совершенно вызывает истерику у этих сил, назовем их так, будет, естественно, на открытии. 3 миллиарда телезрителей во всем мире это увидят. Да, они не могут этого допустить. Они, мне кажется, костями лягут, поэтому… Но, ну, сорвут. Поэтому, мне кажется, что это вот так. И, конечно, то есть, я допускаю, наверное, наши спортсмены, кто-то там допинг употребляет. Ну, так и во всем мире это употребляет, допинг. Ну, что говорить-то? Конечно, это… Это… Ничего в этом нового нету. И понятно, что это происходит. Но здесь дело не в спортсменах совсем. Абсолютно не в спортсменах и не в спорте. Это, на мой взгляд, чисто политическая акция. И, конечно, она возмутительная. Плюс к этому она, конечно, я думаю, и не без этого умысла. Она просто оскорбляет российский народ. Я думаю, многие переживают. Я, во всяком случае, весьма болезненный. Это такое ощущение, что об тебя ноги вытирают. Я думаю, многие россияне испытывают такие чувства, даже не будучи болельщиками. Просто, как говорится, противно. И это, наверное, тоже одна из целей таких. Попутная цель. Ну, такая цель еще и как бы вот оскорбить. Оскорбить страну, оскорбить нас, нацию оскорбить. Но я думаю, что в этом смысле они делают ошибку. Потому что, мне кажется, они получат прямо противоположный результат. Поскольку, я думаю, что очень у многих россиян откроются глаза. И, так сказать, многие как-то по-другому начнут смотреть на все, что происходит в мире. Это может быть самое полезное, что из этой истории все и будет. Знаете, это тоже немаловажно.